С работниками рыбокомбината на острове Шикотан, где несколько месяцев не выдаевали зарплату, сегодня встретились губернатор Сахалинской области, руководитель Федеральной службы по труду и занятости и заместитель генпрокурора. Чтобы оценить условия труда и проживания, правительственная комиссия обследовала производственные помещения и общежития. О том, что ситуация на предприятии сложная, догадывались, но не думали, что до такой степени. Условия жизни, условия работы мы увидели, они не отвечают даже малейшим требованиям действующего законодательства. По условиям работы, по выплате зарплаты, безусловно, это тоже здесь подлежит глубокому анализу и решению вопроса о соответствующих мерах воздействия ко всем нашим руководителям, кто виновен в этих нарушениях. При проверке также выявлены грубые нарушения в ведении бухгалтерии предприятия. Людей обманывают с платежками, запутанная система расчетов, где никто не может понять, сколько человек заработал за день, хотя на таких предприятиях обычно есть или подневная, или оклады. Я сам строил в свое время эти такие заводы. В студенческие годы у меня и в школьный сын работал, поэтому работу рыбообработчика я знаю, и везде на нормальных предприятиях установлен понятный расчет за проработанное время или за проработанный день. Губернатор Сахалинской области приказал директору комбината, во-первых, в самые кратчайшие сроки выплатить всю задолженность, во-вторых, всех желающих покинуть остров, обеспечить транспортом. Те, кто пожелает выехать, предприятие обеспечивает их билетами до точки, до места жительства. Не на Сахалин просто, а до места жительства. Комиссия на острове продолжит свою работу, чтобы проследить, как все поручения губернатора будут выполнены. Напомним о том, что на рыбокомбинате существуют серьезные проблемы, стало известно во время прямой линии с Владимиром Путиным. Сотрудники предприятия пожаловались президенту, что попали практически в рабское положение. Сразу же после этого на заводе начались проверки. Продолжение следует...